Здравствуйте, уважаемые зрители! Появились новые подробности инцидента, когда азербайджанский солдат расстрелял четырех карабахских армян. Это было в районе города Шуша. Вот теперь спутник Армении публиковал статью, что там произошло. Азербайджанский солдат проник в Карабах. Так, служба безопасности представила подробности инцидента в районе города Шуша. Карабахский следком сообщает, что военнослужащие вооруженные силы Азербайджана, желая запугать жителей Карабаха, выстрелил граждан, работающих на водопроводе. Так, Следственный комитет Нагорного Карабаха обнародовал подробности этого инцидента, который произошел недавно, 8 ноября. В три часа дня военнослужащий вооруженных сил Азербайджана, личность которого пока не установлена, перешел на территорию Карабаха в местности, около города Шуша, в общем, районе автодороги Шуша-Бердзор, желая, это Лачин, желая запугать местных жителей, посеять среди них панику. Он произвел несколько выстрелов в направлении граждан, которые ремонтировали трубопровод. Так, Следственный комитет напоминает, что в следствии инцидента скончался на месте житель Ханкинди Мартик Еремян, 98-го года рождения, получивший огнестрельное ранение в голову. И три карабахских армянина были ранены, Геворг Молкумян, Гагик Казарян и Армен Саркисян, они получили огнестрельное ранение. Вот, нож они обнаружили на этом месте, и пуля, пишут, вот, пуля азербайджанского нассорища, стрелявшего в Мартика Еремяна. Так, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 103 и 225 Уголовного кодекса Нагорного Карабаха. Так, ну и вот как раз они тут описывают, что сейчас эти трое ранены в больнице. Вот такие новости и тут. Сейчас Арей Каратюнян сделал срочное заявление после этих событий. Линия соприкосновения в Карабахе укрепляется. Населению упростят покупку оружия. В общем, Арей Каратюнян дал приказ, чтобы все жители карабахских сел, которые непосредственно ограничиваются азербайджанскими вооруженными силами. Им выделили оружие огнестрельное, чтобы в случае чего они могли отстреливаться. Если азербайджанцы войдут в их поселок или в их деревню, поселение, они могли открывать огонь. Арей Каратюнян рассказал о мерах, нацеленных на повышение уровня безопасности жителей Нагорного Карабаха. Глава Нагорного Карабаха Рутюнян заявил, что после 44-дневной войны проделана большая работа по укреплению линии соприкосновения, эффективного выполнения армии и обороны своих задач. По его словам, за это время бывали случаи, когда азербайджанские военнослужащие нарушали трехсторонние заявления, так и эти все договоренности. Ну и вот тут пишут, что мишенью откровенного террора Азербайджана были граждане Карабаха, как российские миротворцы. Цель – посеять панику с жителей Карабаха, а также попытка дискредитации российского миротворческого контингента, считает Арутюнян. Тем не менее, за этот период с помощью российских военных и армии обороны делается все для укрепления режима перемирия. Ну как бы перемирия пока не видно. На каждый день стрельба и азербайджанцы стреляют, и в азербайджанцев стреляют. Артюнян сообщил, что в ближайшее время путем законодательных поправок будут расширены возможности приобретения оружия. Кроме того, будут соответствующие подразделения, действующие в составе правоохранительных структур, будет приниматься более активное участие в обеспечении безопасности дорог, хозяйственных работ вблизи линии соприкосновения. Так, президент Нарогорного Карабаха, так называемый президент, просит граждан организации при выполнении работы на таких участках, сообщает службу нацбезопасности. Он также сообщает, что с российскими военными ведется постоянная координация для предотвращения различных рисков. В своем констекте он выразил благодарность командованию российского контингента президента России Владимира Путина. В общем, Рейкер Атюнян решил выдать гражданам, называемым Карабаха, армянским, карабахским армянам это оружие, свободное пользование, и вы сами обороняетесь, мол, у вас дома будут автоматы, пулеметы, вы видите азербайджанцев на пороге, и все, стреляйте в упор. В общем, вот такие новости, ребята. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.